Спасибо большое за предоставленное слово. Я, конечно же, хочу поблагодарить организаторов сегодняшнего нашего форума, что собирают нас и дают возможность не только высказаться, но и обсудить некоторые наши проблемы. Проблем, как известно, много, если их не решать, то они только накапливаются. Хотел бы коснуться вопроса дерекализации в несколько, может быть, не традиционной области, не непосредственно бороться с радикализмом, а изнутри, то есть видение исламской проблемы изнутри. Как известно, на протяжении многих веков представители различных религий и конфессий совместно проживают на нашем постсоветском пространстве. В разные эпохи здесь существовали всевозможные государственные образования, однако какой бы общественно-политический строй ни находился у власти, одно обстоятельство всегда оставалось неизменным, а именно сосуществование и взаимодействие различных религиозных групп как между собой, так и с руководством страны. На постсоветском пространстве количество граждан, признающих себя последователями той или иной религии, в последние десятилетия неуклонно растет. Вместе с этим происходит и рост социально-политической активности как отдельных верующих, так и их религиозных объединений. При этом наблюдается процесс установления контактов и налаживания партнерских взаимоотношений руководителей религиозных объединений различного уровня с представителями государственных органов всех ветвей власти, общественными религиозными организациями, научными и социальными учреждениями. Однако, необходимо отметить, что в первые годы своего современного развития большинство государств постсоветского пространства и, кстати, мои коллеги об этом в первой половине сессии тоже говорили и отмечали это, то есть в начале 90-х годов эти государства попытались удалиться из духовной и идеологической сферы, отказаться от жесткого регулирования государственно-религиозных отношений, в связи с чем образовался, конечно же, и идеологический вакуум, который стал быстро заполняться самыми разными в религиозном плане аспектами. Появились доселе дремавшие или вовсе не существовавшие на территории как нашего государства, так и стран СНГ религиозные течения, в том числе, конечно, и исламские, некоторые из которых поставили перед собой весьма одиозные цели и задачи, а именно установление на части территории наших государств в перспективе и на все его территории исламского или так называемого шариатского правления. Конечно, к концу 90-х годов прошлого века руководство бывших республик СССР осознало угрозу для существования как самого государства и его базовых принципов устройства, которое несет такое бесконтрольное развитие религиозных течений, озадачилось поиском надежных союзников в сфере представителей традиционных религий нашей страны для сохранения государства и его устоев. Принимая во внимание отмеченный ранее рост числа последователей различных религий, конечно же, поиск надежной опоры государства в их среде представляется весьма актуальным для использования имеющегося в религии политического и духовно-нравственного потенциала как средства гармонизации и упрощения межрелигиозных и межнациональных отношений, как фундамента существования современного государства. Однако основной вектор поиска был направлен на выявление в разнородной и порой весьма противоречивой, в том числе исламской идеологии, именно той, которая могла бы наиболее полно отвечать запросам государства в сфере защиты своих интересов. Касательно мусульман и их религиозных организаций можно констатировать, что процесс вовлечения их в общественно-политическую и социальную жизнь России сопровождался многочисленными сложностями, требующими пристального внимания. Необходимо отметить, что эти сложности вызваны как внешними факторами, так и внутренними. С одной стороны, мусульмане России являются частью общемировой исламской уммы и не могут быть полностью отделены от того, что происходит в ней. С другой стороны, процесс естественного развития отечественного исламского богословия, равно как и конструктивного взаимодействия организованных групп мусульман с властью и обществом, периодически искусственно прерывался на территории как Советского Союза, так и Российской империи. В доктринальной основе каждой из монотеистических религиозных традиций должно, как многим кажется, лежать некое фундаментальное письменное наследие. На первый взгляд так оно и есть. Например, иудеи чтут Тору или шире Ветхий Завет, христиане — Новый Завет и с определенными оговорками — Ветхий. Мусульмане — Коран и с еще большими оговорками — Ветхий и Новый Завет. Однако, к сожалению, это не так на самом деле. Если мы попытаемся найти, например, в Ветхом Завете прямой текст, поддерживающий претензии иудеев на безусловную исключительность и национальное превосходство, то увидим нечто совершенно противоположное, тогда как религиозная доктрина иудаизма поддерживает такой эксклюзивизм. Приведу один лишь пример. Система брака. То есть иудей не может вступать в брак ни с кем, кроме себе подобного по национальности и религии. Если же мы попытаемся найти в Новом Завете прямой текст, обосновывающий претензии теперь уже христиан не на национальную, а на религиозную исключительность и превосходство, то также ничего не добьемся. Однако многочисленные в прошлом религиозные войны, которые велись под знаменами христианства, обосновывались именно такой исключительностью и превосходством. Данная интерпретация проявила себя и в межконфессиональном внутрихристианском противостоянии, что тоже в частности можно продемонстрировать на примере освящаемого церковью брака, венчания, при котором для совершения таинства и муж, и жена должны быть не просто последователями христианства, а последователями одной и той же конфессии. Ислам тоже не избежал подобных болезней. В последнее же время по всему миру среди мусульман стремительно развивается такое чудовищное явление, как крайне религиозный экстремизм, терроризм, который основывает свою идеологию как раз на исламском вероучении. Однако, как и приведенные выше доктринальные установки иудаизма и христианства, умозаключения, позволяющие террористам обосновывать свои действия исламом, не более чем искаженные и навязываемые представления о постулатах Бога, а не сами эти постулаты. Еще раз подчеркну. Мы имеем дело не с принципами, сформулированными в священных писаниях, а с тем, как эти принципы были когда-то кем-то поняты, интерпретированы, перетрактованы в угоду сиюминутным политическим запросам той или иной эпохи или правителя. Таким образом, перед нами встает парадокс. С одной стороны, мы говорим о благотворном религиозном влиянии на сознание человека и на развитие общества. С другой, сталкиваемся с искажениями, которые приобретают формы национального, религиозного или политического эксклюзивизма. Причиной этого является нежелание, а может быть и отсутствие возможности для представителей религиозных течений свободно и без оглядки на многовековые наслоения всевозможных толкований обращаться непосредственно к первоисточнику своей религии и пользоваться им, а также здравым смыслом, основанным на общественном благе и уважении прав людей вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. В 17-19 веках в среде приверженцев иудаизма и христианства в качестве реакции на нежелание духовенства признавать здравый смысл и научный эмпирический подход ко всем аспектам жизнедеятельности набирает силу и становится базовым вектор, направленный на секуляризацию общества, отказ от религиозного сознания в принципе, вплоть до полного упразднения какого-либо религиозного влияния на жизнь человека. В этом виделся залог успеха и процветания наций и государств. Однако уже в начале 20-го и особенно в его середине такой подход в полной мере проявляет глубокое духовно-морально-нравственное выхолощивание общества и более того его деградацию и как следствие начавшийся процесс вымирания национальной популяции стран западного мира, к которой собственно говоря Россия тоже относится. Можно отметить, что политика отказа от религиозности, которая как многим казалось являлась панацеей в борьбе с религиозным манипулированием сознания народных масс, а вы наверняка все помните советскую фразу «религия опиум для народа» с успехом прошла в западных странах, однако все это не дало такого же эффекта в странах с преимущественно мусульманским населением. И причин здесь несколько. Основными из которых является изначально более архаичный уклад жизни самих мусульман, а также восприятие именно сождаемой с западной идеологии секуляризации как одного из аспекта колониальной политики. Ведь не секрет, что подавляющее большинство стран с мусульманским населением к началу XX века превратилось в европейские колонии. Позднее в результате национально-освободительных движений народы и страны освободились от внешней зависимости, но впоследствии попали в зависимость от местных, в основном светских диктаторов. Что еще больше вкупе с деградирующей, разлагающейся прямо на глазах европейской моралью и нравственностью стало катализатором к реставрации религиозного фундаментализма, основанного на представлениях средневековых исламских богословов. Пример торжества такого средневекового религиозного фундаментализма можно привести через утвержденную на государственном законодательном уровне в Саудовской Аравии богословской фетве, богословского заключения о том, что земля является по-прежнему плоской, а солнце вращается против нее. И данное утверждение считается официальным государственным мнением, кто против него выступает, тот фактически признается неверующим. И это, я бы хотел сказать, наиболее традиционное религиозное представление. Или взять Турцию современную, где была предпринята попытка привить европейскую секуляризацию. В итоге мы сейчас видим, как современная Турция стоит в авангарде мусульманских стран на пути возврата к политике религиозного фундаментализма, хотя совсем в недавнем прошлом среди исламских стран именно Турция была наиболее передовой по отказу от своей религиозной идентичности. Необходимо четко понимать, что говоря о традиционном исламе, мы в основном принимаем во внимание и даже пытаемся каким-то образом возродить систему, которая сложилась в раннем средневековье и регулировала в те времена жизнь мусульман. А это было вовсе не то общество, какое мы можем наблюдать сейчас, особенно в странах бывшего СССР, где мусульмане проживают бок о бок с представителями других религий или вовсе с атеистами. Поэтому необходимо фактически заново постараться и наиболее полно и правильно раскрыть гуманистический, социально-нравственный потенциал ислама применительно к реалиям современной жизни, а также сформулировать истинные, а не ангажированные практические рекомендации по исповеданию религии ислам в современном мире. Можно выделить три типа государств, где проживают мусульмане. Первый тип – это страны, в которых мусульмане составляют значительное большинство и которые ранее были частью единого государства. Второй тип – где мусульмане также составляют большинство, но они не входили в единое мусульманское государство. Третий тип – это многорелигиозные, а в современной действительности в основном секулярные государства, где мусульмане составляют меньшинство. Во всех этих трех типах на основе общего мусульманского виручения были выработаны весьма специфические политические и социально-экономические идеи, так как непосредственно в священном писании ислама отсутствует цельная и завершенная доктрина, которая бы раз и навсегда закрепляла место и роль ислама в политической системе общества. Если мы обратимся непосредственно к священному писанию мусульман Корану, то в нем есть лишь одно конкретное указание относительно некоего общественно-политического процесса, а именно 38-й аят 42-й суры, где говорится о совещательности власти. А также, как высшая благодать, говоря о правителе, говорится о том, чтобы он был справедливым. Принимая во внимание два этих постулата, можно с уверенностью констатировать сам факт. Если в государстве, где проживают мусульмане, имеются два основных, оговоренных в Коране критерия власти – совещательность и справедливость, то мы можем говорить о богоугодности такого государства, вне зависимости от существующей в нем формы правления. Монархия, президентская, парламентская республика и так далее. Несмотря на, казалось бы, предельную простоту этих постулатов, за многие века бытования ислама в различных регионах мира сложились всевозможные представления о власти и отношении мусульман к ней. Относительно наших стран, в которых мусульмане на разных этапах своего развития представляли где-то правящую элиту, где-то были гонимыми, терпимыми, потом снова с другими верующими превратились в гонимых, а затем опять терпимых, современный этап их жизнедеятельности выглядит как наиболее благополучный. Однако нельзя не учитывать периодически прерывающееся развитие отечественной мусульманской религиозно-правовой мысли и богословской школы, что естественно вызвало у наших мусульман на этапе возрождения отечественного исламского богословия обостренное чувство осознания себя частицей мировой мусульманской уммы, что и привело к поиску неких наднациональных ценностных ориентиров, интересов и целей, которые могут быть достигнуты лишь в рамках общемусульманского взаимодействия. В последнее время, и не только, кстати, в наших странах, часто приходится слышать почти сакральное, произносимое с особым пиететом, упование на некое традиционное вероисповедание, которое, как многим кажется, является залогом безмятежного добрососедского развития представителей той или иной религии. Однако именно это традиционное, а не рациональное отношение к постулатам своей религии является наиболее благодатной почвой для развития в ней самого-самого негативного. Ну, я не буду углубляться в подробности, могу лишь сказать, что наши религиозные деятели, основывая свои воззрения на средневековых заблуждениях, вещают порой именно то, что впоследствии отравленные идеологией эксклюзивизма молодые, ну и не очень люди, реализуют на практике, называя себя борцами за чистоту веры. Таким образом, единственная возможность преодолеть данную проблему лежит не в обращении к традиции, где земля по-прежнему плоская, и не в дорогостоящих военных спецоперациях, а в развитии рационалистических принципов богословия, основанных на непредвзятом, не скованном неким сакральным представлением, полученном от прошлых поколений, а напротив трезвом и, самое главное, глубоко гуманистическом посыле. Воспитании не эксклюзивизма, а человеколюбия и религиозной терпимости в рамках духовных и не только учебных заведений. Это и есть залог миролюбия и добрососедства, это и есть залог дерадикализации, то есть всего того, что и было передано человечеству посредством великих пророков и посланников Бога. Важно не просто признать этот факт, ибо это само по себе проблему не решит, потому что мы не снимем главный вопрос, а именно, как мы понимаем священные писания, какими толкованиями до сих пор пользуемся и почему. И, наконец, что за выводы на основе всего этого мы делаем? Потому что основной призыв всех священных писаний заключается не в поиске разногласий между религиями, а наоборот в поиске точек соприкосновения, чего, к слову, сказать, в традиционных религиозных системах нет и в помине. Ибо если бы традиционное религиозное сознание вело нас к единству, то сейчас не существовало бы не то, что шиитов и суннитов, католиков и православных, но и вообще не существовало бы ни едуаизма, ни христианства, ни ислама, а была бы одна религия Бога. То есть решение проблемы нужно искать не в традиционном прошлом, а в гуманистическом, рационалистическом будущем. Спасибо. Спасибо большое. У нас прямо день дискуссионных выступлений. Действительно, Ирина Викторовна, это образец умеренности по сравнению с тем, что прозвучало сейчас. Вопросы только очень коротко, пожалуйста. Тем более Арслан Хазрак уже почти откланивается. Хорошо, тогда спасибо большое. И я опять-таки извиняюсь, возвращаюсь к повестке. Слово предоставляется Юлдашу Мухаммедовичу Юсупову, город Уфа, Республика Башкортостан, и длинный его титул. Кандидат исторических наук, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан, эксперт Федерального агентства по делам национальностей, член Координационного совета по профилактике экстремизма и терроризма при главе Республики Башкортостан. Тема его доклада – опыт преодоления радикализма через неформальное религиозное сообщество. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо организаторам, спасибо коллегам, которые подняли собственно наше обсуждение на достаточно высокий, очень интересный уровень. У меня, в принципе, как видите, моя тема достаточно тоже в контексте нашей дискуссии. Для экономии времени я, наверное, упущу теоретический вопрос, что такое радикализм и так далее. Единственное, скажу то, что наше исследование мы рассматриваем в рамках исследования внутриконфессиональной конфликтности, и нас интересует в первую очередь неформальное религиозное сообщество легитимного поля, то есть не радикалы, не экстремисты нас особо, честно говоря, не интересует, а те, которые действительно работают в легитимном поле. Давайте слайд пустим. Ну, собственно, актуальность обусловлена тем, что, собственно, именно неформальное религиозное сообщество, ну, и говоря о нашем языке, мджематы, являются основными носителями догматики религиозной, и, в принципе, даже если посмотрим на политику, и в какой-то степени, если ее можно так назвать идеологией муфтиятов, она во многом по большому, ну, я имею в виду, что красота, конечно, во многом она исходит от неформальных религиозных сообществ. Ну, методы вы видите, в первую очередь, это, конечно, включенные наблюдения, кроме того, у нас при нашем центре функционирует совет по конфликтным ситуациям, в мусульманской среде, где мы рассматриваем наиболее актуальные конфликтные моменты, которые возникают в текущий момент в мусульманской среде. То есть этот центр предназначен не для того, чтобы решать конфликты какие-то, да, а для того, чтобы вовремя собирать нужную информацию. Туда входят неформальные лидеры мусульманские, которых на подобные конференции, естественно, не приглашают. Мы же, я думаю, имеем хорошую возможность с ними пообщаться достаточно долго и поднимать некие такие интересные дискуссии в узком кругу. Давайте следующий слайд. Хотелось бы обратить внимание на конкретный джемаат, на конкретное неформально-религиозное сообщество, которое мы характеризуем как просуфийский джемаат. Особенность его состоит в том, что он за годы своего функционирования, а это от 2008 до 2011 годов, смог под своим крылом объединить достаточно конфликтную молодежь, настроенную достаточно конфликтно. В первую очередь имеется в виду представители просалафитской молодежи, это молодежь националистического толка, ну и, понятное дело, талибан уфимский. Инициаторами выступило несколько, ну трое человек в данном случае, двое это организаторы, а третий идеолог, вот слева на картинке вы можете видеть фотографии этих людей, и, собственно, во главе таким идеологом выступает некий Айдар Хабибуллинг, который являлся на тот период одним из членов тариката Усмана Ритобаша, проживал на тот период Башкирии. И, собственно, остальные двое, собственно, это те, которые осуществляли взаимодействие с различными сообществами, национально-религиозного поля. Вы можете наблюдать, какова была примерность, ну, примерность в том смысле, то, что я выделил основные сегменты этого джемаата, откуда рекрутировались, собственно, адепты этого сообщества. Это, в первую очередь, так называемый джемаат подвалов. Но так случилось, что Эмрова Фоляк, Эмрова Рамазан, они оказались в подвальных помещениях в мечети, и, собственно, экспертное сообщество с определенной долей натяжки их называло просалафийскими джемаатами. То есть, в данном случае в Фоляке образовался достаточно конкретный салафийский джемаат со всеми характерными для него болячками, то есть это неприятие национальной сферы, конфликтность, провоцирование суфийско-салафийской конфликтности, они практически плавали в этом, и в основном катализатором конфликтов выступали именно люди вот с этого джемаата. Джемаат общежитий – это, собственно, не окрепшие акыды, грубо говоря, студенты, где лидером являлся достаточно такой харизматичный ныне, тоже он лидер, Айнур Хазрат. Ну и, конечно, националисты, где, собственно, лидеры Кукбуре и союзы башкирской молодежи, если загуглите, вы легко найдете эти организации, лидеры Кукбуре постепенно переходили в сегмент, религиозный сегмент, и также они, собственно, проходили через, оказывались в составе, в активе этого джемаата. В чем же суть оказалось нивелирования конфликта? Дело в том, что этот джемаат начал исправно посещать сухбеты Айдара Баба и Айдара Хабибулина, начал достаточно активно взаимодействовать именно в поле, в таком, грубо скажем, суфизма, да, и посещение могил тоже, так же было, и, ну, здесь мы выделим несколько таких методов, это неприятие конфликтной риторики, то есть существовал конкретный запрет на конкретные термины, то есть нельзя было себя называть вот там в этом сообществе себя или суфием, или салафитом, или ваххабитом. Исключались из сухбетов, из темы обсуждения, неоднозначные темы, ну и, конечно же, во главу идеологии ставился именно национально-символический вопрос, постоянные отсылки к проблемам национального возрождения. Отсюда и, например, хождение к могилам жертв Сиантусы. Сиантусы, это, собственно, в период башкирских восстаний в 1775-1776 году была создана целая деревня, и, собственно, вот этот центр они сделали неким таким центром, куда они приходят на могилы и там делают обряды. То есть в просалафитской среде вот таких сильных противоречий в этом плане не возникло. И здесь чем интересно, вот если мы в нашем кругу говорим больше, наверное, о государственно-конфессиональных отношениях, да, о том, как должно государство или экспертное сообщество относиться к неформальным группам, то в данном случае мы видим яркий пример, как религиозное сообщество, точнее, в конфессии, внутри конфессии происходят эти процессы, как оно само самостоятельно пытается решить вопрос внутри конфессиональной конфликтности и вопрос радикализма. То есть, конечно же, здесь это полностью пересекается, я думаю, с темой, которую поднялась Стародубровская, но в любом случае такой опыт, как минимум, мы наблюдаем. И если говорить о перспективах, то, если честно говоря, я перспектив в подобных, в инициировании подобных процессов, откровенно говоря, не вижу. Не вижу, это я вижу только как временное, как ситуативное, и все-таки появление всех этих неформальных религиозных групп связано с тем, что после Советского Союза и так далее все это, и чужая идеология, то есть у мусульманского сообщества нет собственного проекта, нет собственного образа будущего. И здесь мы видим пример, как молодые люди самостоятельно как-то пытаются, осознавая вот эту всю ответственность, всю эту опасность, да, всей этой ситуации, всей этой слайд. Ну, собственно, что произошло в 2010 году с Джамаатом? Айдар Хабибуллин был обвинен в хранении оружия, по-моему, насколько мне не изменяет память, но это нисколько не связано с функционером этого Джамаата. И в итоге он отсидел 4 года, поскольку Муршида уже не оказалось, Джамаат распался. Одна часть образовала шуру мусульман-урбе, другая часть организовала молодежный отдел Духовного управления мусульман. Самая Айдар Бабай после отсидки ныне находится в полном здравии, как видите, да, и сейчас проживает в Турции. Давайте следующий слайд. Ну, собственно, вот это современное состояние мусульманской умы, так примерно мы обрисовали официальные духовные муфтияты и наиболее активные религиозные сообщества, где, собственно, как вы видите, нет Джамаата Осман Туббаша. Осман Туббаша и, собственно, конечно же, параллельно функционируют, признаны экстремистскими течениями. Следующий слайд. И здесь я позволил себе немножко так псевдографик многомерного шкалирования, где примерно соотнести отношения к друг другу. То есть Осман Туббаша, он несколько такой, более сливается с тарикатом Шазалия. Примерно методы одинаковые, примерно структура одинаковая. Ну и, конечно же, здесь как не выглядит такую наиболее конфликтную зону просуфийскую, да, это и Хабашит, и Брамчалар, Бата, Орда и производные от них аконенты Республики Вашкорстан с 2011 года. То есть это карта просуфийских организаций Башкирии, как они примерно смотрятся. На этом, я думаю, закончить. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое и прежде всего за свое уложение. Да, я хочу выразить особую мою глубокую благодарность. Вот с Вашего текста и начинается, да. Соответственно, когда в том году у нас не будем говорить, кто не смог сделать мониторинг, то уважаемые товарищи Юсупов и Бердин, они нас спасли. И надеюсь, в этом году тот, что будет Ваш доклад выйдет и напечатан. Рахмат Бегзур, вопросы, если коротко. Пожалуйста. Так, Ирина Викторовна, да, для протокола. Вы в самом начале сказали, что вот там Вы общаетесь с лидерами этих организаций неформально, там, ну, на такие конференции не вытаскиваете. А Вы не пробовали вытаскивать ребят на конференции, на семинары, на какие-то вот такого рода, так сказать, форматы, где бы обсуждались даже не чисто религиозные, а вот общественные вопросы, общественно значимые, и втягивать их в другие сферы дискуссии. Вы знаете, религиозная сфера, она сильно поляризованная, и когда мы вытаскиваем какого-нибудь лидера, джимают на него и на нас, соответственно, сыпятся доносы. Ответила просто. Спасибо большое, да, и я все время говорю, у нас есть два интересных региона, Республика Бархи-Картастан и Крым, когда мне говорят, вы того пригласили, вы не того пригласили, спасибо. Так, да, ну, Ирина Викторовна, я помню, когда-то вы собирались нас пригласить на Гайдаровский форум, вот я думаю, мы ждем. Вот, тогда мы продолжаем тему Урала, вот, и, так сказать, выступает Алексей Николаевич Старостин, город Екатеринбург, Свердловская область, да, кандидат исторических наук, исполняющий... Университетов, и тема его доклада о руле общественных объединений, профилактике и идеологии в стремительной терроризме в развитой среде, да, и опыт... Да, уважаемые коллеги, я раньше на этой площадке рассказывал о деятельности, которую вели в регионе по профилактике экстремизма в различных группах населения, и в январе 2017 года, меньше года назад, была создана новая общественная организация, Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма». Ее уникальность, наверное, в том, что кто в эту организацию вошел? В нее вошли, это конгломерат ветеранов спецподразделения антитеррора, Альфа Вимпел, и ученые, которые занимаются, это психологи, историки, политологи, социологи, тематикой изучения проявления экстремизма в разных совершенно средах. И главная цель этой организации, это было содействие органам государственной власти различных уровней в изучении этноконфессиональных процессов, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, противодействие идеологии экстремизма и терроризма, патриотическое воспитание граждан и содействие укреплению мира и согласия между представителями различных народов и последователями различных религий. То есть четыре направления деятельности – патриотизм, патриотическое воспитание, изучение этноконфессиональных процессов, профилактика экстремизма и противодействие идеологии терроризма. Следующий слайд – это, можно пропустить, основная форма деятельности – это составление аналитических, научных материалов, например, социологических исследований, организации лекториев, круглых столов и мероприятий патриотической направленности. Следующее, пожалуйста. Пройдусь по основным мероприятиям, которые были сделаны в этом году нашей организацией. Цикл лекций антиэкстремистской направленности для студентов, вузов, СУЗов и учащихся старших классов Свердловской области, а также педагогов и родителей на тему «Как не стать жертвой манипуляции вербовки в социальных сетях, противодействие виртуальному экстремизму, информационная безопасность в интернет-пространстве, деструктивная деятельность в российском киберпространстве, технологии манипуляции в молодежных виртуальных сообществах». То есть, по большому счету, безопасная работа в сети интернет, деятельность вербовщиков, группы смерти и другие актуальные кибербуллинг и другие актуальные вопросы, с которыми сегодня сталкивается молодежь. Следующий слайд, пожалуйста. Мы проехали практически всю область и за год, но это по большому счету два у нас сезона, была весна, когда учебный год заканчивается и осень, учебный год начинается, лекциями удалось охотить свыше 5000 студентов и старшеклассников, также более 1000 педагогов и родителей. Следующее направление деятельности – это профилактика экстремистских проявлений в колониях Свердловской области. Я считаю, на сегодняшний момент, наверное, в Российской Федерации существует 3-4 духовных управления в России, которые умеют работать с заключенными, с осужденными, которые исповедуют ислам. Это Дом Республики Татарстан, Дагестан, Кемеровская область. Вот мы приглашали несколько раз имама из Кемеровской области, заместителя председателя духовного управления Рубина Мунирова, и он проводил в наших колониях лекции для осужденных, исповедующих свам на духовно-нравственные темы, посвященные профилактике экстремистских и террористических настроений. В ходе бесед с осужденными имам уделял особое внимание недопустимости проявления насилия, богословски аргументировал необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка в местах лишения свободы, ответил на волновавшие, осужденных, исповедующих свам вопросы. Следующее, пожалуйста, направление деятельности. Это профилактика незаконного оборота взрывчатых веществ. Соответственно, в Свердловской области есть предприятия, которые либо производят взрывчатые вещества, либо используют взрывчатку в процессе своей деятельности. И на нескольких таких предприятиях, Североуральский бокситовый рудник, Калиновский химический завод, экспертами нашей ассоциации, были проведены беседы, посвященные разъяснению за ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение взрывчатых веществ. Также было указано на то, как и под какими предлогами злоумышленники могут склонить лиц, имеющих доступ к взрывчатым веществам, к незаконной передаче им этих опасных материалов. Следующее направление работы – это взаимодействие с духовными управлениями мусульман, проводятся конференции, круглые столы, и непосредственно ведется работа с верующими в мечетях, где также рассказываются о тех основных проблемах, о которых мы сегодня говорим с разных сторон. Как, под каким образом могут зайти, как склонять к участию в тех или иных организациях экстремистского и террористического характера, какая символика в интернете может быть маркером для того, чтобы не связываться с этими организациями. Следующее направление – это мероприятие патриотической направленности, это лекции, посвященные беседы, сборы, посвященные истории спецподразделения антитеррора «Альфа» и «Вымпел». Иногда мы устраиваем непосредственные прямо стрельбища, там сборка-разборка, и очень хорошо отработали этим летом в лагерях, где дети отдыхали. Большой интерес очень это направление работы вызвало. Ну и, естественно, работали с учащимися кадетских классов. Это очень благодарная аудитория для такого рода работы. Тоже география достаточно широкая была. Вот пример того, как можно провести мероприятие патриотической антитеррористической направленности, которое совершенно не требует денег. Значит, это была фотовыставка «Вечная память тебе Беслан». Фотографии нам предоставил музей школы номер один в Беслане. Мы вышли с инициативой на Министерство образования, Департамент молодежной политики, и буквально во всех университетах и среднеспециальных учебных заведениях эти фотографии 40 были распечатаны. Также передали эти фотографии в ГУФСИН, то есть в колониях. Эта фотовыставка еще была показана. То есть охват был очень большой, и очень позитивный отклик в средствах массовой информации это вызвало. Следующее, пожалуйста, направление. Вот как в колониях, например, проходили такие мероприятия. Да, вот это в университетах. То есть 12 муниципальных образований присоединились к этой акции, ну и все вузы города Екатеринбурга. Участие в научных конференциях – это тоже неотъемлемая часть нашей деятельности, и на ней докладываются результаты работы, которую ведут эксперты ассоциаций. В частности, например, сейчас проводится социологический опрос в Свердловской области об отношении населения к вопросам этноконфессиональной ситуации в регионе. Исследование завершится в конце ноября. Думаю, что на одной из ближайших конференций мы доложим результаты. Нами разработано порядка 20 тем лекций, которые мы предлагаем муниципальным образованиям. Они могут выбрать и заказать, как говорится, проведение этих семинаров. Это абсолютно бесплатно. Мы приезжаем и встречаемся либо с педагогами, либо с классными руководителями, либо с школьниками, студентами. То есть аудитории самые разные бывают. Следующий слайд, пожалуйста. И проводятся семинары для органов государственной власти или силовых структур, в частности, какие-то школы, мастер-классы, разъяснения для государственных служащих, для представителей силовых структур, ГУФСИН, МВД, например, лекции читали для всех участковых, уполномоченных полиции города Екатеринбурга или Свердловской области на соответствующие темы, либо для мэров или заместителей глав субъектов муниципальных образований в Свердловской области, в Хантамантийском округе. Поэтому... Следующий, пожалуйста, например. И, естественно, в организации установлены партнерские отношения с самыми разными органами государственной власти, потому что без их поддержки такую деятельность мы бы не смогли вести. Деятельность интересна, потому что перед всеми стоят задачи по проведению мероприятий антиэкстремистского характера, антитеррористического характера. И, поскольку есть люди, которые хотят это делать, власти и муниципальные, и областные идут на сотрудничество. Следующее, пожалуйста. И, естественно, необходимо вести информационную контрпропаганду экстремизма, идеологии экстремизма и терроризма. Поэтому проводятся как выступления в средствах массовой информации, так и непосредственно занятия. Вот здесь на слайде представлено, например, занятие с юнкорами о том, как правильно, корректно писать материалы по тематике экстремизма, терроризма, межнациональных отношений, какие фразы лучше не допускать. Например, вот, ну, приведу банальный пример. У нас как-то один высокопоставленный политик на празднике, на Сабантуе, обращаясь к татарам и башкирам, которые сидели за «Здравствуйте, представители татаро-башкирской диаспоры с Вердловской области». Как вы понимаете, реакция была резко отрицательной, потому что какая же диаспора, если эти два народа одни из коренных у нас в регионе. Вот избегать таких ляпов, да, мы учим молодых журналистов, потому что есть определенные вещи, средства массовой информации все-таки оказывают значительное влияние. И последний слайд, получается, за 8 месяцев мероприятиями нашей ассоциации было охвачено контактно 7 тысяч жителей из Свердловской области. Не знаю, много это или мало, но это вот реально живые люди, с которыми мы общались, и которые задавали очень много вопросов. И действительно, вот в этом процессе общения, когда людям объясняешь, выявляется очень много таких моментов, на которые надо обращать внимание. Вот, например, один вуз небольшой в городе Екатеринбурге попросил меня провести занятия по поводу безопасной работы в социальных сетях, в сети интернет, со всеми первокурсниками. Это 300 человек. Когда мы, я приходил в аудиторию, там сидит человек от 30 до 60. Я у ребят спрашиваю, «Ребят, вы знаете, что такое федеральный список экстремистских материалов?» Сидит 60 человек, поднимает руку 4 человека. Получается, в школе этот момент не был доведен до них. Хотя, все вы знаете, статистику правоохранительных органов именно, как правило, под административные или уголовные дела, связанные с распространением в сети интернет каких-то экстремистских материалов, попадают именно молодые люди. Поэтому в этом направлении просвещать обязательно надо. Кроме того, значительная проблема была эта группа смерти, вот эти синие киты, которые сейчас мимикрируют. И поэтому мы обсуждаем на подобных семинарах очень актуальные вопросы. Это мимикрия. Последний случай. Девочка десятилетняя играла в планшет, в игру с феями, посвященную феям. Когда она прошла все уровни, ей рассказывают, ей приходит сообщение, «Хочешь ли ты стать феей огня? Если хочешь, то ты должна ночью встать, чтобы тебя никто не видел, пройти на кухню, включить комфорку, четыре комфорки газовые плиты, и так же тихонечко лечь спать. Утром произойдет трансформация, ты станешь феей огня». Хорошо девочка показала это сообщение маме. А если бы она этого не сделала, соответственно, последствия были бы очень печальные. Поэтому форма постоянно меняется, мы это отслеживаем, и мы стараемся до педагогов, до сотрудников образования, учреждений культуры, спорта эту информацию доводить, потому что непосредственно они с молодежью работают. Вот краткий отчет о деятельности нашей организации. В принципе, как одна из форм работы, думаю, может быть интересно коллегам и в других регионах. Спасибо. Уважаемые коллеги, мировой опыт показывает, что все больше социально поднимается на знамена, все сильнее смещается акцент на то, чтобы не только зарабатывать, но и решать социальные проблемы людей. Для мусульманской молодежи социальная справедливость является значимым индикатором имана. Вот почему очень важно вовлекать молодежь в различные социальные проекты, в которых они будут чувствовать себя востребованными, деятельными и конструктивными. Проекты – это та социальная ниша, где можно быть и решателем проблем, и лидером общественного мнения одновременно. Можно потихоньку слайды показывать, потому что там, в общем-то, набор, как сказать, то, с чем работает автономия татар-бурятии совместно с мусульманской религиозной организацией. И, в общем-то, там очень много идей, которые, я так думаю, будут интересны не только молодежи. Спасибо. Дальше, значит, идем. Другие идеи, ну, как сказать, многие идеи нужно просто брать из запросов местного сообщества. Такие идеи, как спорт, курсы кулинарии, домоводство для девочек, девушек и женщин, курсы современной мусульманки, социальное предпринимательство, как создание новых рабочих мест, и, конечно же, помощь различным категориям граждан. Очень интересная идея для проектов – это халяль-туризм, это халяльно-религиозный туризм, продвижение мест религиозного паломничества мусульман, где нужно создавать логистику халяль, и где молодежь будет востребована, как никогда. Здесь можно делать и проекты, такие как истинные ценности ислама, сокровища мусульман России, можно объединяться регионами и прорабатывать действительно очень интересные, какие-то очень важные проекты. Экологические акции. Одной из самых серьезных современных проблем является ухудшение экологического состояния окружающей среды. Особенно это касается городов. Ну, естественно, вы слышали, что и Байкала касается это в первую очередь. При мечетях и Мухтасибатах необходимо создавать волонтерские группы молодых активистов, которые участвовали бы в различных городских акциях. Например, озеленение города, уборка мусора в парках, проведение субботников. Также мобильные молодежные группы могут участвовать в организации других акций. Донорство крови, экстренный сбор средств нуждающимся, проведение праздников в детских домах. Очень много интересных услуг можно оказывать сейчас, вот идет как бы даже национально-культурный центр и автономии включены в реестр общественно-полезных услуг. И вот оказание общественно-полезных услуг в рамках сотрудничества с МВД, с УФСИНом, с соцзащитой, с управлением по делам миграции. Важно здесь и для мусульманской целевой аудитории. Здесь могут быть и бесплатные юридические услуги единоверцам, курсы русского и татарского языка. Следующее направление – это межконфессиональное и межнациональное взаимодействие и социокультурная адаптация мигрантов из числа мусульман. Содействие межцивилизационному диалогу, взаимному изучению культуры и традиций, устранению доверия между разными народами и ксенофобией, ведение народной дипломатии содействует укреплению позиций России в исламском мире. И вот «Салам, значит, мир» – это очень-очень важная позиция, которую можно действительно притворять в проектах. Сейчас мы как раз разработали такие проекты, ну и ждем результатов уже от, как сказать, от президентских грантов. «Улица добрых соседей», «Караван дружбы», «Наврус, праздник мира и весны». То есть, смотря как интерпретировать, если мы объединяем людей вокруг себя, то все-таки вот эти многонациональные, межконфессиональные праздники, они тоже, как сказать, идут на пользу всем. Многонациональный сабантуй, который идет по очень многим регионам России и по всему миру, ведь там есть место и для намаза, там есть халяль-еда, краткая праздничная проповедь, дуа о богатом урожае. То есть, все это нужно использовать и делать именно на наших традиционных мусульманских ценностях. Мусульманские религиозные организации должны принимать активное участие в урегулировании межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Они, конечно, как бы где-то принимают участие, где-то есть силы, а где-то, значит, все-таки стараются только внутри мечети работать, к сожалению. Ну и, конечно же, мечеть должна стать точкой адаптации мусульманских мигрантов из государств Средней Азии в российском обществе. Не мигранты должны влиять на мусульманское сообщество России, а местные мусульмане должны показывать пример и вести за собой единоверцев из СНГ и других стран. Какие проекты может осуществлять умма Махаля в регионах? Ну, конечно же, создание пилотных проектов Салам, значит, мир, искореняющих стереотипы об исламе. Город добрых соседей, типа, ну, под социокультурную адаптацию трудовых мигрантов из СНГ. Халяль-квартал. Создание социальной инфраструктуры мусульманского сообщества в регионах. Муслим-проекты, социальные проекты мусульманской молодежи. Муслимчики, интеллектуально-творческое развитие детей-мусульман. Из сквозной линии, наверное, для всех, особенно для всех стран СНГ и для России, может звучать такой рефрен «Один пояс безопасности, один путь мира». То есть, получается, в рамках мегапроекта, заявленного КНР «Один пояс, один путь», наверное, можно было делать и такие проекты. Но, что касается «Халяль-квартала», я бы хотела к нему немножко отдельно вернуться. Он здесь есть у нас даже в будущем на зарисовках на слайдах. Одним из лучших способов интегрировать ислам в привычный общественный ландшафт современного города является визуализация ислама в городской среде через создание необходимой исламской социальной инфраструктуры. Что, конечно же, является лучшей профилактикой экстремизма и молодежного радикализма на религиозной почве. Сегодня мусульманам России, помимо обустройства мечети, необходимо расширять ее границы, развивать социальные проекты и деятельности, как «Халяль-квартал», открытый, понятный внешнему миру, внутри которого каждому будет комфортно и безопасно, где каждый сможет найти возможности для просвещения, обучения, развития и досуга. И здесь важным инструментом может стать устойчивая модель современной УММ и Махали, формируемая в каждом микрорайоне, регионе на всей территории России. Миссия которой заключается в создании маленькой Мекки, открытой миру и людям, как окна в мир духовных драгоценностей ислама. Надеюсь, что в скором будущем такой «Халяль-квартал» с уютными кафе и бутиками, клубами по интересам, творческими мастерскими, музеями, библиотеками, школой, мотелем, фонтаном и сквером появится на территории центральной мечети города Улан-Удэ. Для этого мы разработали концепцию, архитектурный план, проектно-сметную документацию. Такая выстроенная и облагороженная социальная инфраструктура мечети может стать местом культурного досуга, зоной познавательного туризма для гостей и жителей столицы, а также культурным капиталом и духовным брендом мусульманской общины не только Республики Бурятия. Причем вот такой же есть пример, да, в Москве синагога, очень старенькая синагога, которую закрыли в огромный стеклянный купол евреи, да. И вот в этом стеклянном куполе внутри есть и офисы различные, и клубы по интересам, и все остальное. То есть они даже землю не расширяли, они просто, у них даже там ресторанчик есть. Они, то есть, все сделали, вот просто закрыли купол, сохранили синагогу, и в то же время еще и добавили, получается, пространство сверху и сбоку. И это тоже очень интересная, как бы, тема для наших новых мыслей. Ну и кроме этого, хотелось бы сказать еще о социальном предпринимательстве, потому что все больше инвесторов вкладывается в социально ответственные компании. Социальная предпринимательство – это бизнес, решение социальной проблемы. У татар Акбай и Карабай существовали задолго до социального бизнеса. Мы на Байкальском Сабантуе 2017 учредили номинацию «Акрамбай Сабантуя» – идеально соответствующий образу мецената. Ведь с татарского Акрам самый щедрый, очень уважительно относящийся к другим, благородный. Абай – хозяин, состоятельный, влиятельный человек. Дальше вот хотелось бы сказать еще об одном. Девочки, например, вот предпринимательницы молодые Аделя Гаязова Диана Ахтямова из Москвы создают авторские обучающие интерактивные куклы. Вы их здесь видите. Ручной работы в татарской одежде, в том числе и куклы-мусульманки. Если бы эта кукла говорила бессмеляюще, как сказать, на татарском языке, или просто даже на, как сказать, правильно все это говорила, ребенок бы учил по ходу дела еще и молитвы, хотя бы самые начальные, самые основные. Ну и еще. В 2016 году проект «Карамельная фабрика» уральской деревни Гузеля Санжапова собрал на краундфандинговой платформе Boomstarter 6 миллионов рублей. И теперь в маленькой деревне Малый Турыш на Урале появится карамельная фабрика площадью 200 квадратных метров по изготовлению леденцов, забавных карамельных ложечек, уральских трав и ягод. Натуральное сырье для меда собирают бабушки Малого Турыша и получают за это деньги. Гузель рассчитывает продавать свою продукцию в продуктовых сетях. Чайная ложечка, достойные красивые упаковки позволяют увеличить средний чек. В прошлом году оборот крема-меда у него составил 6,5 миллионов рубилей. Замечательно, что наша молодежь делает такие интересные проекты, потому что сбереженная, по-новому озвученная традиция, это ключ к расшифровке национальных кодов в будущем. В своем комментарии к проекту «Карамельной фабрики» Гузель сказала, «Я создатель бренда Coca Bella, который начинался с производства галстуков бабочек и женских рубашек. В какой-то момент мы пришли к выводу, что бизнес ради денег не имеет смысла. Хотелось, чтобы новое направление решало какую-то социальную проблему. И вот они как бы просто вытянули вот эту деревню, которых у нас очень много таких деревень, где там осталось 20 дворов, и сделали там маленькую фабрику, где люди работают, создали новые рабочие места. Большинство наших сотрудников пожилые люди, которые не только стали получать солидную прибавку к пенсии, но и почувствовали себя нужными. Согласитесь, ведь это большое счастье заниматься делом, которое ты любишь. Создание социальных мусульманских проектов должно сопровождаться, наверное, главной мыслью. Мы все приходим в этот мир по воле Всевышнего, но ни один из нас к нему не возвращается с чемоданом нажитого добра. Туда уходят налегке, с одной душой, которая наполнена лишь любовью. И нам, наверное, всем надо очень постараться, чтобы наш национальный код, дарован и создателем, не затерялся в потоках времени и истории. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...